Добрый день, меня зовут Анастасия, я мама Арона, я сейчас нахожусь в центре Бердавит, и мы приехали сюда на терапию для того, чтобы помочь моему сыну. После, скажем так, нелёгких родов у него образовалась гипоксия, и, соответственно, это далось в значение, и где-то в год и восемь мы начали замечать с мужем, что он не такой, как все дети, он себя немножко по-другому ведёт. Очень гиперактивный, убегает, не реагирует, у него выборочность в еде присутствует. Мы начали применять различные методики, я сама из Украины, из Киева, поэтому мы были везде, где можно было. Пробовали и массаж, и физкультуру, и плавание, и аботерапию, и логопедов, и неврологов. Узнала из интернета на форуме родителей, на какой-то группе, и там говорили, что есть результаты, и можно помочь терапией, можно помочь ребёнку привести состояние мозга и нервной системы в порядок. Мы обращались ко всем. Мы обращались, прежде всего, это терапия внешняя, то есть это физкультура, логопедия, это крайне сакральная терапия, массажи, то есть воздействие на тело и воздействие непосредственно на нервную систему и на мозг. Это приём препаратов. Собственно, один из препаратов, который нам посоветовал невролог, в частности, и психиатр, они сошлись во мнении. И этот препарат позволил нам запустить уже речь, то есть к четырём годам мы запустили речь. А далее, на данном этапе, когда мы нашли центр Бер-Давид, посещал садик на полдня, он мог, скажем так, говорить, но речь его была собрана кусками из мультиков, из того, что он видел, слышал, и он не мог понимать прошлое, будущее. И была у него такая проблема, он очень, как сенсорная недостаточность, он лизал руки. То есть месяца два или три подряд мы не могли ничем это, скажем так, убрать. Я уже как бы в этом этапе вообще отчаялась, и когда мы приехали сюда, я заметила, что через три-четыре дня ребёнок подносил руки к рту и убирал. То есть он сам, как бы привычка осталась, он подносит, но не лижет, убирает. И через буквально там ещё, мы буквально в центре неделю, поэтому у нас есть успехи свои, я об этом расскажу. Второе, то, что он стал делать, он перестал убегать. То есть если раньше мы идём гулять, он очень гиперактивен, поэтому какое-то расстояние он бежит и ждёт. То есть сейчас это расстояние сократилось, то есть он может идти либо за руку с тобой, либо он отбегает и ждёт тебя. И заметила, что речь его стала более разнообразной. То есть он уже мог оперировать, стал оперировать более прошлым. То есть он может сказать, что он ел, что он, вот эта цепочка уже составляется. Допустим, я был там, я делал вот это, я так проводил время. Или не хватает ещё цепочки, что зачем. То есть, допустим, волосы короткие, потому что меня постриг парикмахер. Мы всё время над этим работаем, всё время есть улучшения. Как бы мы с год и восемь над этим работаем, мы воем его в разные кружки, мы постоянно ребёнком занимаемся, он ходит в садик. Мы его довели до состояния, когда там появилась речь, когда он социально может, с детками он любит играть, присутствовать. То есть да, это всё есть. Но есть этап, который ты понимаешь, что ты как больше не можешь дать. То есть ты оттуда взял всё, но ты хочешь для своего ребёнка лучшего, лучшей жизни. Поэтому мы приехали сюда, чтобы ему был вот этот толчок, который даст ему, скажем так, уберёт все вот эти его симптомы, которые невозможно дополнить какими-то таблетками или препаратами. И люди, с которыми мы работаем, когда мы вернёмся, чтобы они помогли подхватить вот этот этап, когда он вырастет, и смогли его дополнить. То есть те знания, умения, то, что он пропустил в своей жизни. Вот так. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok